Сейчас я раздаю натуру, и давайте в этот раз попробуйте поработать с не очень крупными объектами. Первое, что делаем на сегодняшнее задание, делайте набросок. Напоминаю, никакого сильного нажатия на карандаш. Линия слабенькая, в этом случае они легко потом устраняются без всякого вреда для бумаги, когда вы корректируете набросочек. Как всегда, первые 10-15 минут работайте сами, вспоминая все, чему вы научились. Вот давайте проверим, первоначально при эскизировании что делается? Вот первая задача. Надо было сначала пропорции, примерно... Сначала примерная пропорция объекта. Ну и первое, что вы решаете, как вы риск располагаете, вертикально или горизонтально. Дальше. Дальше приблизительный набросок. Вот приблизительный набросок с чего начинается? С контуром. Внешний контур. Не отдельные мелкие детали, а замкнуть внешний контур. Только после этого переходите к самым главным деталям внутри, по ходу дела корректируя внешний контур. Хорошо. Давайте собираемся вот так. У вас сколько раз черепа прожилами отличаться. Хотят, да, очень густироваться. Ну давайте. Скажем, что хочется. Любимый прикол на олимпиады. Школьников пугать. Это черепа или не черепа. А чем прикол? Спасибо. Это птичий таз, совершенно верно. Ребята, это же позвоночник. Ну это то, что позвоночник заметно. Сросшиеся между собой позвонки. У птиц все тазовые кости срастают совершенно плотно, исключительно длинный крестец. Дело в том, что левая и правая половинка таза с брюшной стороны у птиц не соединены. Таз от каждого типа. Это надо, чтобы оплаживать вот такого размера яйца. Представьте себе, если бы таз был замкнут. Значит, крупное яйцо просто не пройдет сквозь просвет таза. Так что это таз? Это таз. Курица. А это грудная клетка Крыски. Ой, ты... Черепа Крыски нету? Черепа Крыски есть, а вы же перечерепа Крыски. Вау. Вот череп Крыски. С разрушенной версии сцены верхней челюсти, правда, совершенно цель. Я, ребятам, уже показывал самое. Мои весенькие. Надо рисовать без особого... Да, вот этот кромп. Да, вот этот кромп. Вот этот кромп. А этот кромпчик. А это че? А дневниче. А че? Ну, а три-кни типа размеры. Как бы дай бог. Да, его. Один бельмонтик. А дневниче. А дневниче. Дневничка пошла на бал. Вместе с волшкой. В ее на самом банке. Кисок. И где? Ну, догадаюсь двух раз. Лягушка. Лягушка, да. Так она и есть. Лягушка. Ну, все, народ. Дай, спасибо. Да, разбедуемся. Помните правила? Размер рисунок. Тричневый. Три четверти риска. Не делайте одинокий статуков. Объекты у вас сейчас маленькие. Там рисунок занимает. И чай-то стилистает. Так. Никто не хочет. Нет, вот так нельзя никакой. Нет, я просто рассматриваю. Рассматривать сколько угодно. Но после того, как положил в какое-то конкретное положение, ни в коем случае не двигайтесь. Объект. И рисовать всегда строго обыдленные точки зрения. Так, фиксаторы кому-то дам в случае. Отщипните небольшой кусок. Вот зерни какой-то симпатический. Посмотри, как его от... Ну, не знаю, как он слишком примитивный. На дальнейшее я планирую рисовательные части. Ну, вот это первая пробка тенирового. Ну, потом... А на последних руках немножко поучу вас вульганить с ушами. Есть желание? Так что душевой рисунок это уже вполне всерьез. Это наверняка. Вроде как физическая пирамида. Так. На тысячелетия. Учить бы их то же самое делать в фотошопе. Ну, на самом деле, дало бы побольше времени, но учил бы в фотошопе работать. Наверняка ведь можно использовать фотографию в качестве... Должен у вас помощь счастливой. Разумеется, еще. Да и все процессы подгонки фотографии по требуемой кондиции. Стараюсь вот ровно эти рамки. Кстати, я сам, когда в компьютере работаю, не в чистом старшем. Старшопы очень накрученные, возможности у меня большие, но иногда простейшие вещи делают вот так вот. Собиум. Поэтому я просто... Во-первых, работаю в ПМГ, в расширении. В этом случае нормально переходит из фотошопа просто в фотошопе. И базовые задачки решаю вприть. А уж потом, после этого, прохожусь в фотошопе. Сергей Николаевич, а какова степень готовности драконаведения? О, вы знаете, на самом деле она существенно проблинулась, эта степень готовности. Я сейчас на середине второй части. Первую часть, я когда материал поднимал, я, оказывается, закончил восемь лет назад. Вот с тех пор, я был у нее совершенно. Первая часть чисто биологическая. А сейчас вошли очень интересные навороты через закономерности поведения, на социальную организацию, на ауто-биологическое наследование традиций, и так далее. То есть, особенности драконической культуры и взаимодействия культуры драконов с культурой людей. Такие приколы. Совершенно фантастические. И отдельно, конечно, описывал проблемы вымирания драконов. треугольник принцессы, рыцарь и дракон раскладывается по законам экологии просто вот так. Заодно древняя, античная драконаборция, которая сменяется с одневековым и рыцарством. Там совершенно понятно, откуда экологические кризисы и почему-то такого и не становится. Как этот курс соотносится с тем, что вы обычно делали в 43-й? Да, то, что вот сейчас по времени, то есть соотношение часов. Это то, что называется здесь. Нет, это понятно. Это элементы залоги в полночных. Это годичный курс 2 часа в неделю. Так, практики, собственно, практики 4 часа в неделю, так, что 4 часа в неделю, но через неделю. Ребята, нам две подруги поделены. Просто мы работаем большими. Ну, то есть реально 2 часа в неделю все-таки? Ну, 2 часа в неделю годичный курс. То есть это 68 часов получается. То есть у нас где-то 4-я часть получается по времени. Ну, да. А еще в каких-то школах этот курс есть? Еще в каких-то школах этот курс есть? Именно практики? Да. Нет, такого практики не было. Я его 25 лет строил этот курс. Под него, собственно, коллекция собрана. Мои ученики, те, которые преподают, ну, тут же сам Никита Тимонов, делают примерно такое уже. По-своему, там, с своими эмоциями. На точке зрения копировать кому-либо преподавание совершенно стыковый путь. За основу взять, ради Бога. Очень продуктивно. А вот пробовать сделал так же. Скажите, пожалуйста, вы уверены, что в этом месте верхняя челюсть действительно такая тонкая? Нет. Больше того. Вот эта точка. Это где? Вот эта вот? Да. Вот так. А теперь посмотрите. Вот это вы видите? Да. Показано, да? Сравните вот эту отрезочку по длине и вот эту. На черепе. Что про них можно сказать? Они, наверное, не нормальные. А у вас. Раз, два. Два с половиной раз. Вот давайте обе убираемся. И зажмем зубы вот здесь, и они ниже. А вот конец морду перейдем. Так. Слушай, Колька, если ты научишься не нажимать на карандаш, я поставлю себе сам памятник из мармелада на второго этажа. Но есть очень простое правило. На карандаш во время напросто не нажимать. Так, а ты знаешь, почти все правильно. Значит, единственное, вот это, вот это линия, когда верно идешь, но начинается она вот здесь. Вот прямо отсюда зубов. Так, ушло так под череп. Теперь, существенно, что в другое здесь раздражение не появится. Не знаю, ничего, совершенно не собирая. Если я это сделал, то сразу стало понятно, полно слово и видит. Ты вот этот вот риск, который у него садил. Он ничего не делает. А ты вот так у длинных тащатся. Уговорила чуть пониже. Ты можешь чуть покруче. Значит, вот в этой части поправить. Вот здесь вот это. Вот, посмотрите, где же кладок приехал. Такого острого угла нет. Так, так что вот это, углубило как-то. Я не знаю. А зачем мне это сделать? А, вот, ну, запишу вводим на отростки. Все отростки черепа, ну, во-первых, они на всех черепах одинаковые. Они, единственное, что мы можем делать, они могут немножко съезжать, менять размер. Менять иногда угол сворота. Вот смотрим. Вот человеческий череп, вот, вроде, совсем не похож на Вот видишь? А зачем? А зачем могут быть нужны какие-то отростки и выступы на скелетном элементе? Для крепления мышц. Разумеется, для крепления мышц. Пощупка у себя ниже уха. Вот в этом месте. Очень хорошо прощупывается костяной валик. Снизу он такой полукруглый. Вот этот выступ. Называется сцевидный отросток. А теперь поверни голову подбородком. Потому что подбородок у тебя к плечам был направлен. И посмотри, что у тебя будет от сцевидного отростка вниз. Мышцы. Мышцы, которые вот так окручивают шею. И приходят вот к этой точке. К точке срастания грудины и ключицы. Но догадай, зачем нужны эти две мышечные ленты. Поворот головы и кивок вперед. Причем поворот и кивок, в зависимости от степени сокращения вот этой пары, можно проводить с знакомым или безнакомым. Голова ведь у всех улев, закреплена к туловищу, очень подвижна. Но, конечно, не так подвижна, как у птиц. Птица в этом смысле лекордсмена полная. Понимаешь, на сколько градусов сова может повернуть полугу? На 270. То есть она может повернуть полугу прямо назад, а потом еще раз напрямую. Нам такое не снилось. Так, ну давайте посмотрим, что мы имеем. Вот это окно, видите? А вот теневая зона отсюда выходит. Видите, она куда поднимается. Теневая зона, да? Это не само. А поэтому форма черепа воспринимается не только за счет рук, но и за счет того, как теневая зона. Так. А вот это уже скелетная штука. Смотрите, у вас форма глазницы, вот она, да? Угу. Где более крутой, где более полугий склон. На вершину вот здесь, да? Угу. Вот это склон более полугий или вот этот? Ну, я так не знаю, что вот он. Вот это более полугий. Вот это более полугий. А вот туда посмотрите. Ну, если все здесь. То какой? Это более крутой. Это более крутой. Угу. То есть понятно, что глазницы тоже будут крутой? Ну. Нет, это существенно. Потому что только вы глазницы вам поправьте тут же, вам их надо будет поправить в бок. Угу. Почему они важны? Вам очень сложно будет передать настоящую форму вот этого участка. Угу. Если вы не поставите вот такую границу. То, что вот это на самом деле, посмотрите, почти плоская площадка. Вот она между двумя припозданными глазницами. Да? Угу. Передателем будет очень сложно. Учтите? Угу. Ну, для начала просто форму глазницы. Угу. Первое правило. Забудьте навсегда, что чем больше намазал, тем интереснее получилось. Вот посмотрите. Вот в этих работах вообще вся поверхность покрыта карандашем или нет? Да большая часть вообще слабо. Тень накладывается только там, где им действительно нужно. Желание взять и все запачкать никакого отношения к рисунку не имеет. Так что сдерживайте себя, народ. Правило следующее. Во-первых, вот когда я принял у вас контур, да? Начинать накладку тени надо с самого темного участка. Не с первого попавшегося вам в глаза, а вот внимательно посмотреть и решить. какой участок натуры у вас самый темный. И тень накладывайте именно с него. При этом надо ли нажимать на карандаш изо всей силы? Нет. Нет, не надо. Иначе вы не сможете усилить линию. И так все равно, корректно, потихонечку. Усилить тень потом ничего не стоит. А вот ослабить ее нельзя. Так. При этом, при накладке тени срабатывают два правила. Первое вы на заливочной рисунке уже поняли. На точке, где тень подходит к контурной линии. Что недопустимо. Недопустимо более светлое, менее проработанное участок. Потому что это сразу разрушает ощущение объема. Вот посмотрите на эти рисунки. Где-нибудь. Есть ли случай, когда тень отделена от контурной линии, более светлое случайно возникло? Вот. Смотрим. Оптические. Вот в этом месте, вот в этом месте. Как это сразу воспринимается? Как ребро. Вот если вы где-то оставили такую светлую полоску, так вы получили оптическое ребро. Это первое. Второе. Сила теня, вот в том месте, где она подходит к контурной, должна быть такой же яркости, как сама контурная. И потом медленно и постепенно уменьшаться. Так. Из этого правила бывают исключения, но достаточно редко. Вот. Пока ориентируемся на таким образом построенную. Но, как вы видите, от заливки чем отличается? При заливке мы все-таки большую площадь обрабатывали примерно одинаковой силой штриховки. Так. А при настоящем теневом рисунке. Ну, посмотрите. Есть ли где-нибудь здесь большие тенны, имеющие действительно в реальности совершенно одинаковых пол нервов? Это называется гардиент тени. Постепенное изменение. И вот так, от темного участка к более светлому. При этом есть еще одно правило, так сказать, правило техники безопасности. Если у вас есть выбор, вот если у вас несколько разных темных участков, да, то будете начинать вот с этого участка или вот с этого. Вот для вас. Ни в коем случае с нижнего. Смотрите, вы вот здесь проработали, да? А потом шли сюда. Когда вы здесь работаете, что делает ваша рука с уже нарисованной? Размазывается. Она всегда размазывается. Размазывается. Так что, если есть такая возможность, лучше начинать с верхнего или левого упора. Но это если есть такая. Если сильно на кем-то другом месте, конечно, с сильной теми. Понятно? Ну, как всегда, все уточнения и вопросы уже по поводу дела. Вы будете работать то, что по началу не у всех все сразу получится. С вашей точки зрения это нормально? Да. Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Но то, что в конечном итоге получится. Вот теперь у вас уверенность есть? Да. Ну и отлично. Все. Завершаем набросочные работы. А в математике вы знаете, кто рисует, что нравится лучше всего сейчас? Я знаю. Я знаю. Докладываю. Мой бывший ученик Панов Михаил Юрьевич. У него сначала умер папа, когда он был школьником. А потом, когда он учился в десятом классе, он ходил ко мне на дружок и так далее, у него умерла мама. Соответственно, проект поступления в университет был силами приемной комиссии Мехмата прерван. И он стал чем-то вроде сына полка в МЦНМО. Соответственно, он так никогда и не получил высшему математического образования. Но стал зато лучшим, безусловно, лучшим оформителем. То есть сейчас, в общем, все приличные математические книжки выходят именно в его исполнении. Но он рисует только в техе. Только в что? В техе. Это программа, где нужно описать картинку логическим образом. Но картинки в высшей степени замечательные. Тебе рисунок в сети в инфо есть? Конечно. Очень легко найти. Значит, кванс.инфо. Там есть раздел «Советуем почитать». Там есть раздел «Рисунки Панова». Ну, там мою энциклопедию он иллюстрировал. То есть просто там… Нет. У него огромные объемы. Огромные объемы. Ну, что-то жалко, если вы не видели, потому что там действительно очень много по-настоящему красивого. А вот ваше энциклопедия есть в теоретическом бизнесе? Есть. Конечно. Она была… Ты заходишь на Фейсбук и получаешь. На Фейсбуке? Конечно. Там все и у него нет. На Ванчиках все лежит, да. Все лежит. Ну, все-то особенные люди, конечно, бесплатные. Все ученики рекомендуют прочитать вам у моего друга, еще университетского, который, кстати, здесь тоже преподает. У него нет. И лег ее через Команг. Он же откровен. Ну, в вашем возрасте, наверное, кульционовцы имеют смысл. Я почитаю кульционовцы и… Ну, и, в общем, это плохо повлияло на его русский язык. Потому что количество ругательств, которые он оттуда узнал, превосходит в несколько раз все, что он знал до этого в жизни. Ну, ничего себе ругательство. Кульционовцы как раз все очень корректно. Ну, как вам сказать? Ну, в общем… Нормальный живой язык. Ну… Нет, в школе, конечно, Исуфе много. И потом одно дело знали, другое дело используете. Так оно и использовали. Нет. Нет. На самом деле, Колька совсем недавно стал пытаться прочитать эту самую… ну, собственно, книжку, она очень популярная Яськова, там «Уделительная палеонтология» или что-то в этом роде. Да, да, да. Вот. Но дальше там третьей главы пока не пошел. Ну, пока… Я сейчас что-то думала… Нет. Ну, дело в том, что в начале там Кирилл пишет, просто бэкгрант создает. Планета Геннесс, условия формирования самой планеты, что такое метеорковый дрейф и так далее. Потому что на этом фоне можно понять, хотя бы примерно, откуда берется жизнь и первый этап. Собственно, бэкгранта выйдет, но начнется позже. Так нет, там бы все… там бы… нет, у кого-то бы всего хватило, просто проблема в лени. Ребята, кто не ленивый, я действительно очень советую прочитать Яськова. Очень хорошая книжка. Сейчас, потому что перновато, слишком ранее… Вот если не полезно сразу, отложить на несколько лет. Попытка прописывать себя через воронку убьешь, что ни к чему хорошему никогда не привынет. Просто отравитесь знаниями. Одна из очень нехороших – полнотравления. Потом здорово мешает. То есть ругательство из последнего кольценосца можно, а сведения по химии нельзя? Да, конечно. Да, конечно. Разумеется, язык, любой язык – это явление живое. Так? И говорить, что у человека голова – это хорошо, а половые органы – это плохо, ну, знаете ли, мягко говоря, странная позиция. У него там проблема не в половых органах, у него там проблема в общей грустной циничности. Это совершенно другой вопрос. Это не ругается. Общая грустная циничность – это позиция, а уж никак не какой-то там филологический феномен. А то, что излишние знания могут, точнее, не вовремя попавшие, не легшие в систему, знания могут затем не помочь становиться системе, а помешать становлению системы. Ну, такое количество раз с этим сталкивается. Вот это то, что называется «накряканные дети». Когда родилась моя первая дочка, какой же год? Кошмар, 78-й. Так, мы три студенческой семьи снимали вместе в здоровую трехкомнатную квартиру. Ни у кого из нас поединочке не было такой возможности. И в одной из этих семей был ровесник Машки вот такой же маленький. Пацанчик Максим. Так. И мама его, которая кончила, ушел в факт. Мы все факт кончили, а она же факт кончила. Она страшно переживала за Максима, что Мася. Маша уже умеет говорить, как крякает уточка, как нюкает котенок, как гавкает собачка. А ты? Ну скажи, как нюка крякает? Кряк, кряк. И вот так вот, изо дня в день. Через некоторое время, если Мася спросил, Мася, а как мама делает? Мася говорила, кряк, кряк. Вот это типичный вариант накряканности. Накрякать можно, конечно, только это потом не поможет. Коля, а как мама делает? По крови. Последние двадцать лет пишу книгу. Это не про курс, это про книгу. Это началось с такого заметного хулиганства. Здесь, в гимназе, когда у меня единственный раз в жизни взял в классное руководство. Никогда после в жизни я этой глупости не делал. В классных руководителей за меня существенно хуже, чем моя присецкая. Я так думаю. Но вот для своих ребят или восьмиклассников, после того, как я им прочел полный курс зоологии позвоночных, зачет я у них принимал следующим образом. На зачете были даны задания следующие. Тать описания анатомически непротиворечивая. Скелеты трехголового дракона, скелеты кентавра. Причем вот так все идет, со всеми костями, с характером вставных поверхностей, с возможной динамикой, то есть в какую сторону, в каком месте тело движется. Ну и на зачет автомат соответственно эволюционная целесообразность. Так себе представьте, на кой черт это могло возникнуть. Игра оказалась фантастически занятной, но тогда и состав публики был несколько другой. Двадцать лет назад школьники по среднему набору отличались очень сильно. Сейчас очень благополучные ребятки, которые хорошо знают, что ничего в этой жизни с ними случиться не может, которые защищены со всех сторон, обложены подушками. Тогда была ситуация совершенно другая, девяностое. И сюда приходили, и здесь сидели часами, и вот это была действительно работа. Вот такая работа на все сто процентов. И мне показалось интересной этой идеейкой. Дальше я, соответственно, сначала малюшенький такой эволюционный фокус всего часа натрия по поводу как раз трехголовых дракончиков, а потом постепенно выросла в достаточно развернутую систему. Спасибо.